Идея создать книгу о гранд-отеле родилась еще год назад. Это воспоминания известных людей, которые каждый в свое время помогали «Жемчужине» стать лидером отельного бизнеса. Еще в 89-м году, когда стоял выбор между Крымом и Сочи, основатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавра» Марк Руденштейн обратил внимание на удобное расположение гостиницы, кинозалов, кафе, баров и пляжа. Все это в центре города. Комплекс вот этот весь, когда я понял, что людям никуда не надо идти, посмотрел кино, общайся. Ведь на крупнейших фестивалях, в Каннском и других, надо было после кино искать место общения. Все растянуто вдоль берега и все живут в разных гостиницах. Корабль, стоящий на берегу моря, так гости называют «Жемчужину», которая по традиции привлекает гостей проведением различных мероприятий. Будь то КВН или, как сейчас, фестиваль «Бархатный сезон в «Жемчужине». За всем этим большой труд коллектива отеля, а это 700 человек. Я работаю в «Жемчужине» уже 38 лет. Это, конечно, не 45 еще, но я застала как раз самое такое становление гостиницы. И, конечно, очень много событий были пережиты совместно с отелем. За время проведения Олимпиады и Чемпионата мира по футболу гостиничный комплекс стал домом для иностранцев. А впереди у гранд-отеля, который взял курс на семейный отдых, много новых планов. В таких грандиозных планах построить на территории «Жемчужины» аквапарк. Мы сейчас ведем переговоры, так как являемся семейным отелем, принимаем очень много семей с детьми и считаем, что это достойно разнообразит наш комплекс услуг. Большая история «Черноморской жемчужины» в небольшой книге, где оставили свои воспоминания почетный гражданин города Сочи Виталий Игнатенко, народный артист Лев Лещенко, президент Международного союза КВН Александр Масляков и другие. Гелена Овзецин, Алексей Давыдов, Николай Тихонов, телекомпания ФКП.